Худший и лучший майонез. Какой майонез можно покупать, а какой лучше оставить в магазине? В видео мы разберем торговые марки майонеза согласно исследованиям Роскачества. Узнаем, какой майонез можно покупать, а какой лучше оставить на прилавке. Начнем с худших торговых марок майонеза. Кстати, друзья, не забывайте ставить лайки, чтобы больше людей увидели это видео. На самом деле, в ходе исследования не было обнаружено майонеза, употребление которого вредит вашему здоровью. Однако, одно из самых серьезных нарушений было обнаружено у торговой марки марки. В ходе исследования данного образца была обнаружена сорбиновая кислота, которую не указали на упаковке. Таким образом, производитель пытался ввести покупателя в заблуждение. Давайте перейдем к майонезу торговой марки То, что надо. Данный майонез полностью безопасен. Единственный его недостаток – это консерванты в составе. Подобные нарушения были выявлены у торговых марок Махеев, Лента и Умное решение. Майонез Московский Провансаль можно назвать хорошим. Он полностью соответствует текущим стандартам Роскачества. Майонез Слобода. В ходе исследования данного товара не было обнаружено никаких вредных веществ или нарушений. Майонез Слобода признали высококачественным. За это товар был награжден знаком качества. Майонез Ряба. Данная торговая марка не содержит консервантов и имеет в составе только качественные продукты. Именно за это Ряба была также награждена знаком качества. Знаком качества наградили и другие торговые марки майонеза. Например, Миста Рика, Сдобри, Скид и Меладора. Друзья, а подскажите, какой майонез любите вы? Пишите ответы в комментариях. Ну а если вам понравилось видео, не забывайте поставить ему лайк, подписаться на канал и поделиться им с друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!